Здравствуйте, возьмите маску, пожалуйста, и температуру можно умереть. Измерить температуру, посетителям поликлиники раздать маски, записать к врачу, выписать рецепт и другие нехитрые действия может выполнять и человек без медицинского образования. Ведь у докторов работы сейчас и так хватает. В наше непростое время выручить медиков решили волонтеры. Они работают даже в отделе неотложной помощи. У нас сейчас на данный момент волонтеры, которые работают с 8 до 8 по своему определенному графику. Один волонтер вырабатывает медкарты нашего отдела неотложной помощи. Еще один волонтер Елена Витальевна, она у нас делает отчет по лекарственным препаратам. К день сейчас поступает около 400 вызовов. Справиться с таким наплывом помогают 4 волонтера. Всего же в детской и взрослой поликлиниках их задействовано 20. Чтобы работать со специализированными программами, они прошли ускоренное обучение. Неотложная помощь – это работа в программе ЕМИАС, которая называется МО. Выписка льготных препаратов, которая занимается программой. В ней тоже мы обучались, у старших медсестер в нашей поликлинике, которые обучили нас. И теперь мы можем посчитать, какого препарата нужно человеку выписать, какой дозой нужно выписать, какое количество нужно выписать и доставить им. Но выписать рецепт – это полдела. Нужно еще доставить препарат тем, кто в нем нуждается. Не обеспечивает пациентов, льготников, которые сейчас находятся на самоизоляции. И, естественно, это очень большая помощь. Они большие молодцы. Плюс ко всему, что сейчас они будут разносить и пациентам, у которых ковидная инфекция. Наталья Козыренкова пошла в волонтеры еще в первую волну коронавируса. Помогать другим она решила после того, как потеряла прабабушка, за которой долго ухаживала. Так Наталья примкнула к общественному движению «Волонтеры Подмосковья». Стараюсь распределять время так, чтобы везде успевать. Утром отвожу детей, потом бегу волонтерить, а где-то после обеда выхожу на работу. Сейчас волонтерам в день поступает около 30 заявок на доставку лекарств и продуктов питания. Плюс работа в поликлинике. Руб, как говорится, не хватает. Хочется сейчас поблагодарить наших волонтеров, которые у нас есть, от лица нашего штаба. Им большое спасибо, что они есть, что они помогают тем, кто сейчас в остро нуждается в этой помощи. Таких людей сейчас много, а тех людей, которые могут оказать им помощь, среди нас мало. Хочется сейчас призвать всех присоединиться к нашему штабу, присоединиться к нам и помогать людям. Начать работу в общественном движении «Волонтеры Подмосковья» может любой желающий. Достаточно позвонить его руководителю по телефону 8 925 120 39 30 или написать на странице движения в социальных сетях. Екатерина Борисова, Сергей Ларин. Видное ТВ.